Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и все-все-все! Меня зовут Анжела, и я рассказываю о моей новой жизни во Франции и обо всем понемногу. Это видео посвящено сбору документов для брака во Франции. Да, этот карантин затянулся, между людьми встали границы, люди не могут встретиться месяцами, но эти люди ждут, ждут, когда можно будет начать собирать документы, когда можно будет зарегистрировать брак с иностранцем. Но это время можно использовать для сбора информации. Когда я искала информацию о документах для брака, я перелопатила не знаю, сколько сотен страниц. И вот всю эту информацию я сейчас дам вам в этом видео. А если видео получится очень длинным, то сделаю вторую часть. Рано или поздно этот карантин закончится. Люди встретятся и поженятся. Давайте силой мысли приближать звон бокалов. Для начала нужно знать, что во Франции можно вступать в брак по туристической визе. Но обязательно эта виза должна быть действительной. То есть, если вы приехали во Францию в феврале, ваша виза заканчивается в марте, а вам назначили регистрацию брака в мае, то вы не можете оставаться во Франции. Потому что, когда вы пойдете в мае в мэрию, вам откажут в регистрации брака, ибо вы будете нелегалом. Нужно возвращаться на родину, получить новую визу и вернуться во Францию. Для брака нужно собрать в ворох документов. Очень часто в мэрии, где будет регистрироваться брак, не знают, какие именно нужны документы и как вообще выглядят наши иностранные документы. Именно для того, чтобы не было неприятных сюрпризов, что вроде как ты собрал весь пакет документов, пошел сдавать в мэрию, у тебя виза на исходе, документы не те или неправильно оформлены, и тебе надо опять будет вернуться на родину, чтобы опять по новой собирать эти документы. Вот для того, чтобы не было таких случаев, я сегодня дам вам конкретный алгоритм действий. Но, внимание, attention, attention, attention. Если вы смотрите это видео в 2025 году или в 2030 году, дай нам Бог здоровья, то, пожалуйста, сверьтесь с тем, что с 2020 года в законодательстве Франции не было каких-нибудь изменений, что не произошло существенных изменений в том, что касается списков документов для брака и порядка заключения брака во Франции. Я вам дам адрес, куда можно обращаться. Есть такой форум in France. Они меня, когда я туда прихожу с полезной информацией, почему-то удаляют. А мне не жалко, я их адрес дам. Так вот, там есть сотни страниц информации на эту тему. Я их всех перелопатила, и искала я информацию не только у них, а еще и во французских источниках. Если вы будете интересоваться досье через 2-3-4-5 лет, то именно там, на этом форуме, по темам, вы можете просматривать последние страницы. И там будет информация о том, что изменилось за последние годы. На первый взгляд может показаться, что эта тема высосанная из пальца. Зашел в интернет, посмотрел список документов, приготовил документы и вперед. Но проблема в том, что во Франции существуют такие моменты, которые, как бы это сказать, отданы на откуп местной администрации. То есть та или другая мэрия имеет право изменить что-то в этом списке как раз, добавить что-то. Есть, конечно, официальный сайт правительства, где кое-что написано о браке с иностранцами. Но ведь в мире есть очень много стран, и в этих странах документы-то разные. Все случаи невозможно собрать в один файл. И тогда правительство дало право каждой мэрии на местах сочинять свой список документов. Вот это и есть самая главная проблема. С этим вы столкнетесь и дальше, когда будете жить во Франции. Кое-что меняется от мэрии к мэрии. Именно поэтому существует столько вопросов и столько сомнений, когда ты подступаешь к подготовке вот этого досье для брака во Франции. Когда я начинала этим заниматься, я помню, что у меня несколько раз руки опускались. Волосы на голове вставали дыбом от ужаса. Я думала, никогда, никогда я не осилю это. Но, видите, прошла этот путь благополучно. Есть две причины, по которым я решила сделать видео на эту тему. Первая причина. Мое досье было сложным, даже очень сложным. У меня две фамилии. Я родилась в одном государстве, прожила в другом государстве. У меня, то есть, документы двух государств. И нужно было все это привести к общему знаменателю. То есть, там я была как бы иностранкой, но мои документы были выданы двумя государствами. Там уже получался какой-то брак с двумя иностранками. Были такие случаи, когда меня хотели облапошить, получить денюжек за то, что у меня вот именно такое досье. Мне очень пригодилось то, что я всю жизнь работала с документами. И несколько лет работала в одном из посольств. Именно поэтому переводчикам и нотариусам в Кишиневе не удалось меня развести на деньги. А одной из присяжных переводчиц Франции не удалось также получить с меня четыре стоимости перевода моих документов. Возможно, у некоторых из вас будут такие случаи и с фамилиями. Тогда нужно будет в посольстве, кроме главной справки, запросить еще дополнительные справки. Я расскажу, какие именно. И я расскажу о том, как выйти из ситуации, когда, например, вы являетесь гражданкой России, а свидетельство о рождении выдано в Казахстане, Белоруссии или другом государстве. А вторая причина. Вторая причина, что кроме информации я хочу оказать моральную поддержку тем людям, которые начинают собирать документы и также, как и я, пугаются и боятся. А вы не бойтесь. Как говорят, глаза боятся, а руки делают. Дорогие мои зрители, если вам понравится это видео, не скупитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, у вас тоже были интересные моменты со сбором документов для брака, потому что другие люди будут читать эти комментарии. Возможно, им это поможет. Давайте делать добро и бросать его в воду. Итак, с чего начать? Начинаем всегда с похода в мэрию, в ту мэрию, где мы собираемся заключать брак. Если вы собираетесь жить во Франции, то брак нужно заключать во Франции. Если брак будет заключен за границей, а не во Франции, а вы будете проживать потом во Франции, вам придется пройти эти круги ада еще раз. В какой мэрии заключать брак? Мы не можем идти в любую понравившуюся мэрию и просить нас расписывать. Нужно идти в ту мэрию, в пределах действия которой проживает жених или невеста. Я буду говорить о женихе, но вся эта информация, естественно, годится для того случая, когда иностранец женится на француженке. Возможно, еще заключать брак в той мэрии, в пределах действия которой проживают родители жениха или один из родителей жениха. Но я беру вот этот случай, когда заключается брак в той мэрии, где проживает ваш жених. Жених идет в мэрию за списком документов для брака с иностранкой, а именно с русской или с молдаванкой или с литовкой. Если вы во Франции, то сходите вместе с женихом в мэрию. И тут, если это мэрия города, то вам сразу дадут список документов. А если это мэрия маленького городочка или деревни, где вы будете первой иностранкой, то вам скажут, что они не в курсе. И вам придется уйти оттуда не солоно хлебавше. А они вам, мэр и секретарь мэрии, обещают, что они обратятся в мэрию города и попросят у них список документов для вашего брака. И они это, конечно, сделают. Через несколько дней на адрес мэйла жениха пришло сообщение с списком документов. В том, что касается списка документов со стороны жениха, то есть француза, все ясно и просто. Свидетельство о рождении, копия паспорта или карта гиденьките и адрес, подтверждение адреса. Если у жениха есть какие-то вопросы по поводу своих документов, то он их может тут же задать в мэрии и там ему сразу, коротко и ясно, ответят. А вот что касается списка документов невесты, то есть иностранки, могут быть вопросы. Могут быть вопросы у нас и у мэрии тоже. Я очень хотела выяснить все до мелочей. Потому что я не могла себе позволить уехать, приготовить документы, собрать документы двух стран, потом приехать, и чтобы мне тут сказали, что это не то, что надо. Так что мы распечатали этот список и пошли опять в мэрию. И стала я задавать мэру и секретарю вопросы, на которые они не могли ответить. Вот, например, я у них спросила. Я не вижу у вас здесь в списке свидетельства о разводе. Нужно ли это свидетельство о разводе? А, ну, они не знают. Им пришлось опять обращаться в мэрию города. Опять они несколько дней ждали ответ. И вот пришел ответ нам сразу по имейлу. И там было написано, слушайте внимательно. Если в свидетельстве о рождении мадам есть отметка о том, что предыдущий брак расторгнут, тогда, мадам, не нужно предоставлять свидетельство о разводе. И я поняла, что я должна сама думать, сама соображать и сама собирать список документов. И я поняла, что я буду собирать документы по списку и буду собирать еще кучу документов для того, чтобы у меня потом не было проблем. Вот я сейчас это все говорю, и как вспомню, меня аж в дрожь бросает. Но после всех мыторств мы принесли все документы в мэрию. И тут мэр начал сомневаться в правильности оформления документов, стал задавать какие-то вопросы. И тут я не выдержала, повысила голос и сказала, что я прекрасно разбираюсь в документах. Вот вам полное досье, здесь все документы и даже больше, чем нужно. Поэтому будьте любезны, примите и штудируйте. И уже тот день, когда была регистрация брака, уже брак был зарегистрирован, и мы пили шампанское. Мэр подошел ко мне и при всех поблагодарил мадам за помощь. И сказал, То есть, даже если мадам немножко понервничала, она нам очень помогла. Так что я вам тоже помогу. Если у вас есть вопросы по документам для брака во Франции, задавайте вопросы в комментариях под этим видео, для того, чтобы я успела ответить на них в следующем видеоролике. Это видео получается очень длинным. И приготовлю вторую часть, где прямо пройдусь конкретно по каждому документу и расскажу вам, как правильно приготовить каждый документ, как правильно переводить, как себя правильно вести в посольстве, то есть в консульстве. И как сделать так, чтобы ваше досье было полным и хорошим с первого раза. Подписывайтесь на мой канал. Если вам нравятся видео, ставьте лайки. Ну а если не хотите ставить лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Спасибо, что были со мной. Будьте здоровыми и счастливыми. До новых встреч. Ари Вуах.